20 лет в эфире. У БТВ день рождения. Два десятилетия назад, 7 ноября 1997 года, город отмечал годовщину Октябрьской революции. А вечером того же дня на голубом экране вышел сюжет о праздновании в Бендерах, впервые под логотипом городского телеканала. Правда, тогда это были буквы ТСБ, телевизионная студия Бендер. Она занималась трансляцией модных новинок видеорынка и размещалась на четвертом этаже ремботехники. Там и была оборудована студия для записи городских новостей. Уже через пару месяцев после первого эфира канал официально закрепил название БТВ, а распоряжением главы госадминистрации в январе 98-го вошел в состав только что созданного управления по телевидению, радиовещанию и печати города Бендеры. Почти сразу у БТВ поменялась прописка. Мы заняли целый этаж главного административного здания Бендер. Телевизионное оборудование рассредоточилось по кабинетам. Закипела работа. С первого дня вещания бендерчане узнавали о самых важных событиях, происходящих в городе и за его пределами. За 20 лет мы старались не обходить ни одного достойного журналистского взора события. Хотя сама работа телевизионщика была новой и изучали ее методом проб и ошибок. Точно тогда даже не знали названия всех телевизионных профессий. Монтажера, к примеру, называли полумастером. Архивные записи сохранили команду журналистов, стоявших у истоков создания телеканала и первого директора Олега Головацкого. Более 10 лет телевизионный цех по производству городских новостей возглавляла Рима Федорова. БТВ считалось кузницей кадров. Наших бывших коллег можно встретить на Первом Приднестровском, на ТСВ, в различных пресс-службах республики, на ведущих российских СМИ. Перелистывая страницы видеолетописи городского телеканала, вновь убеждаешься и понимаешь, сколько разнообразна сфера журналистских интересов, какие только темы и события не легли в основу сюжетов и программ. Герои наших репортажей – яркие и неординарные личности от главы госадминистрации до рядового труженика. На канале БТВ – родной город, а значит, можно увидеть своих родных, знакомых, соседей и даже себя. Телевидение – это мы. Это мы с вами. В новостях мы рассказываем о том, что завтра станет историей нашего города. Видеолетопись Бендер мы ведем на протяжении 20 лет. Музыка Музыка Только удача, только побольше вам слушателей. Ну, вообще, чтобы у вас все было там хорошо. Мне очень нравится, я все время смотрю телевидение. Мы бы вам хотели пожелать только удачи, чтобы вы делали хорошие репортажи. Даже не знаю, что придумать. Хорошие репортажи, чтобы у вас всегда была работа, и работа только позитивная, очень хорошая, и чтобы мы чаще улыбались, смотря на бендерское телевидение. Ну, желаю, чтобы вы процветали, чтобы было больше программ ваших. Я знаю, что есть и утренние программы, насколько я смотрела. Побольше хороших записей, да, записей получается. Больше информации, которую можно рассказать людям. Высоких рейтингов. Всего вам хорошего, спасибо вам большое за то, что информируете нас. Стабильной работы, хороших и интересных программ побольше, ну и стабильности в работе и в зарплате. Впрочем, наш зритель не только бендерчане. Настроиться на волну БТВ можно с помощью дециметровой антенны. Зона уверенного приема сигнала нашей телекомпании распространяется в радиусе 25-30 километров. Наш передатчик стоит на одной из высоток микрорайона Солнечный. А значит, нас смотрят жители окрестных сел, в том числе молдавских Хаджимусов, Орладан, Гуробыкулый и других сел Каушанского района. Конечно, БТВ переживала разные времена. Мы едва не растеряли свою аудиторию, когда компания Интерднестерком перешла на цифровое вещание, и БТВ в свой пакет не включила. Были долгие переговоры. Судьбу городского телеканала решали на высшем уровне. В итоге наш телеканал вошел в пакет «Базовый плюс БТВ». С октября 2011-го вещание идет в цифровом формате. Новое испытание в январе 2015-го. Сокращение команды БТВ с 50 до 10 человек, фактически в 5 раз. И вновь поиск и помощь городских властей. Как сохранить телевидение. Как нашим телевизионным минимумом по максимуму фиксировать каждый день городской жизни, чтобы рассказать новости нашим зрителям. Сегодня Биндарское телевидение – это малочисленная, но сплоченная команда творческих людей. Корреспонденты и операторы, видеоинженеры и редакторы. Как звенья одной цепи мы связаны общим делом и эфиром. За каждым кадром, за каждой эфирной секундой наш кропотливый труд. Ежедневный, часто без выходных и праздников. Телевидение для нас не просто профессия, а образ жизни. Главное, что это единое целое. Главное то, что мы все слаженная команда. Главное то, что все друг друга понимают. И все готовы прийти не поставить подножку, а готовы прийти друг другу на выручку. Это дорогого стоит.